Добрый день, уважаемые коллеги, возможно и добрый вечер, потому что наша страна большая, от Сахалина до Девостока, Хабаровска до Калининграда, но у нас день, поэтому давайте поработаем и поговорим сегодня о применении технологии ВЛСА в Компортологии. И года 4 лет назад, или наверное уже 5 лет назад, на Европейском конгрессе эндоскопическом я увидел именно это изделие, а что это полный сок, с русским секретом Советом. Вы знаете, меня удивила и потрясла вот эта картинка, которая позволяет великолепно совершенно видеть новообразование и позволяет оценить известные нам с вами ямки эпителия и капиллярную сеть при большом увеличении и диагностировать практически на морфологическом уровне. И любезно фирма Airfarm предоставила нам видеопроцессор, новый Deluxe BL7000 с источником света таким же, соответственно с помпой CF2, с видеоколоскопом без увеличения, видеоколоскопом с увеличением и гастроскопом. И вот за эти полтора года нами было выполнено через 75 клоноскопий вместе с полипектомиями и 117 гастроскопий. Могу сказать, что спасибо фирме Airfarm, спасибо за то, что нам ее оборудование очень понравилось. И мы приобрели его, так что мы теперь счастливые обладатели этого великолепного эндоскопического оборудования. Если немножко поговорить о эргономике и вообще о самих приборах, ну, так как мой конек – это колоноскопия, давайте поговорим о колоноскопах. В настоящее время основными приборами, которыми мы пользуемся, это приборы производства фирмы Olympus, Pentax и Fujifilm. Какие же имеет особенности этот прибор в компании Fujifilm? Fujifilm. Он мягкий. Примерно по мягкости и жесткости близок к колоноскопам фирмы Olympus. Колоноскопы фирмы Pentax, они жесткие. Ну, возможно, вот этой жесткости их достоинствуют. Но вы знаете, вот в этой мягкости, которой обладают колоноскопы Fujifilm, тоже своя прелесть, потому что они позволяют идти немножко по петлям таким образом, чтобы пациент не ощущал болевых ощущений, если так можно выразить. Поэтому этими приборами можно делать колоноскопию практически безболезненно. Какие же изменения мы увидели при колоноскопии у наших пациентов? Это и полиповидное образование, данные в большом количестве 99, это и рак толстой кишки, и патологическое образование, и диуретикулез, и язвенный колит, и болезнь крона, и состояние после различных операций на толстой кишке, ну и у третьих пациентов примерно мы не выявили никаких патологических изменений. И вот то, что я назвал полиповидное образование, диуретикулез, язвенный колит, болезнь крона и так далее, позволило нам немножко поговорить и о семиотике, которая очень интересна на этих приборах. Давайте о приборах. Значит, прибор, ну как обычно, это виденскопическая система, это и осмотр в белом свете, но и осмотр в узком свете свете, а здесь их два. Это режим BLA, это синий свет, и режим LCI, или как его в переводе называют, с усилением связанных цветов. Обратите внимание, как на верхнем слайде видна совершенно маленькая, но уже контурирующаяся ангиодисплазия. Здесь видны рубцовые изменения, это при большом увеличении маленькое полиповидное образование, о которых мы поговорим дальше, и очень хорошо в условиях с усилением связанных цветов, в режиме LCI видна полиповидная ткань, и если оцениваете по Куда, третий L, четвертый тип. Ну, начнем от печки, начнем с белого света, и начнем то, с чего начинается любое эндоскопическое исследование, это с оценки сосудистого рисунка. Вот эти приборы позволяют прекрасно рассматривать этот сосудистый рисунок, который в данном ситуации очень четкий. То же самое можно сказать, что LCI и BLI позволяют нам еще более контурируют этот сосудистый рисунок. Так он выглядит в белом свете, так он выглядит в условиях узкого спектра света, это LCI и BLI. О чем говорит перестроенный сосудистый рисунок? Перестроенный сосудистый рисунок говорит о ранее перенесенном воспалении, что также прекрасно видно с использованием технологий, которые присущи этим приборам. На данных слайдах мы с вами видим лучевой проктит. При осмотре в белом свете и в условиях узкого спектра света. И действительно, в данной ситуации для сосудистого рисунка лучше всего подходит узкий спектр света LCI. Мы прекрасно видим с вами звездочки на сути четкого деления их на веточки. Поэтому это прекрасно нам позволяет динонсировать именно лучевой проктит. О чем же говорит отсутствие сосудистого рисунка? Отсутствие сосудистого рисунка говорит о наличии какого-то воспалительного процесса. И вот здесь на этих четырех слайдах представлена эндоскопическая картина химического ожога. Лучше всего, конечно, это видно на верхнем слайде при осмотре в белом свете. То же самое мы видим и в условиях узкого спектра света. Но обратите внимание, белый свет позволяет нам прекрасно динонсировать это состояние. Отсутствие сосудистого рисунка в сочетании с геморрагиями, микроапсессами и эрозиями это тоже совершенно другая картина и другое заболевание. Это яйзный калит. Обратите внимание, как хорошо видно это состояние при осмотре в белом свете. Видны мелкоточные геморрагии, видны микроапсессы. И вполне можно поставить здесь минимальную степень активности этого яйзного калита. При умеренной и выраженной активности яйзного калита, вот здесь у нас, скажем так, умеренно, это выраженная активность, мы видим хорошо с вами уже эрозии, изъязвление, ну, также на фоне микроапсессов и мелкоточной геморрагии. При выраженной степени активности и даже приближающейся сверхтяжелой, мы видим уже очень грубые изменения, извязвление с налетом и блюдием. Мне очень хочется заняться семиотикой, но пока еще не хватает немножко большого количества материала, чтобы разобраться, что же нам даст осмотр в узком светле света с увеличением. Вот здесь мы видим в белом свете и без увеличения, здесь уже с увеличением в узком светле света и с увеличением вот эти микроапсессы, которые, ну, примерно еще раз в 20, правда, увеличиваются. Поэтому надо накопить материал, пообщаться с нашими орфологами, и, может быть, на этом уровне что-то интересное и можем говорить. Великолепно совершенно получается эндофотография, нормальный слизистый оболочки терминального отдела подвздошной утяжки. А так они в белом свете, а так они видят нас в условиях LCI и BLI. Совершенно нормальный, после большим увеличения. Обратите внимание, какое количество же у нас этих ворсинок в тонкой кишке, какая же площадь поверхности их. Я так думаю, наверное, больше нашего земного шара, если их всех расправить. Болезнь крона также прекрасно видна на этих слайдах. Здесь вот картина, перенесенная ранее выраженной формой болезни крона. Мы видим с вами рубцовые изменения в купле слепой кишки. Это вот иллюцеркальный клапан. А здесь мы видим с вами при осмотре узком светле света. Это в условиях BLI и LCI. Это полиповидное образование, которое мы тракуем как псевдополип. То есть это слизистая оболочка. И смотрите, действительно, в условиях увеличения мы с вами смотрим на это образование. Здесь ямки эпители, которые хорошо видны, они могут трактоваться у нас как первого типа. То есть это слизистая оболочка. Несмотря на то, что это, казалось бы, полиповидное образование. Поэтому эти уточняющие технологии, такие как узком светле света и увеличение, позволяют нам правильно диагностировать уровень образования. Давайте перейдем к дископической диагностике этими приборами полиповидных образований. Начнем с того, что так выглядит гиперпатический полип в условиях осмотра в белом свете и в узком светле света LCI и BLI без увеличения. Мы не видим ямки эпителия. Мы практически не видим капиллярную сеть, которая немножко видна при узком светле света. Это действительно гиперпатические образования. То же самое прекрасно видно в условиях оптического увеличения, которые позволяют делать данные приборы. То есть ямки эпителия примерно второго типа ПУДА, что соответствует гиперпатическим изменениям. Зубчатая домома. При осмотре в белом свете без оптического увеличения мы видим плоское неполиповидное образование, несколько возвышающееся над уровнем окружающей стаболочки. Но обратите внимание, уже даже при осмотре в белом свете и без увеличения мы видим ямки эпителия, которые более всего соответствуют второму типу ямокапителия по ТЭКИМУРА. То же самое видим в условиях без оптического увеличения, но при осмотре в узком фитре света прекрасно видны эти два О открытые ямки, которые великолепно видны, конечно, при оптическом увеличении и в условиях осмотра в узком фитре света. В белом свете едва заметное образование в слепой кишке, едва-едва заметное, которое контурируется, хотя это и нет увеличения и осмотр в белом свете. Зато при использовании уточняющих технологий, таких осмотров в узком фитре света, это образование хорошо контурируется, а при увеличении видны ямки эпителия больного второго два О-типа, то есть открытые. То же самое видим при осмотре в узком фитре света и с увеличением ВЛИ. Великолепно совершенно эти ямки эпителия открытые, поэтому с вами спокойно ставим, что это образование по морфологической преодолевшей соответствует сидячий, зубчатый аденом. Другого типа на образование аденоматозные, но без увеличения. Это осмотр в узком фитре света LCI, это ВЛИ с небольшим увеличением. Ну, если присмотреться, действительно мы можем видеть ямки эпителия, напоминающие нам третий L или четвертый тип ПАКУЛа. То есть здесь можем предположить в белом свете, что все-таки это аденоматозное образование. И прекрасно они контурируются при использовании узкого спектра света, а тем более узкого спектра света ВЛИ в условиях оптического увеличения. Действительно ямки эпителия, третий L и четвертый тип, то есть мы с вами можем вполне морфологическое поставить предположительное заключение, что это аденоматозное образование. Хотя диаметр этого образования не более 4-5 мм. Прямая тяжка. Обратите внимание, осмотр произведен при ретрофлексии этого образования в прямой кишке. В белом свете мы видим с вами, ну, нечетко контурируются ямки эпителия, и капиллярная сеть, она регулярная. Скорее всего, соответствует где-то третьему L-типу и третьему S-типу, но при использовании оптических технологий мы с вами видим, что действительно это аденоматозное образование, ямки эпителия, соответствует третьему L-типу и местами третьему S-типу. Другой аденоматозный полип, который несколько больше по размеру, но это где-то около 6 мм, он также прекрасно виден и в белом свете, и в условиях узкого спектра света. И я еще раз повторяю, что действительно вот возможность предполагать морфологическое строение этих образований на основании оптической биопсии очень хорошо при осмотре узкого спектра света L-I. Это у нас с вами картинки без увеличения, и обратите внимание, как хорошо эти образования контурируются при использовании оптического увеличения. Возможно ли осмотр в узком свете и в белом свете плоских неполипидных образований, имеющих депрессию центральной части? Конечно, конечно. Вот это образование было выявлено только при помощи биопсивной цапки, которой удалось его расправить и показать вот эту часть центральную, где имеется депрессия и небольшая, лучше видная при условиях узкого спектра света, что здесь имеется, скорее всего, нерегулярность ямок эпителия, и поэтому здесь можно поставить пятый I-тип. То есть, возможно, имеется тяжелая дисплазия. Крупные образования, стеряющиеся образования, или как сейчас модно говорить LST образование, они также доступны для осмотра и хорошо видны при использовании этого оборудования. Вот такое довольно-таки крупное, образование в слепой кишке, примерно около 3,5 см. При осмотре в белом свете мы видим ямки эпители, похожие на третий L-четвертый тип, но недоступны для идентификации. Зато они хорошо видны в условиях осмотра в узком петре света, даже без оптического увеличения. Вот смотрите, они напоминают третий L-четвертый тип по пуду. То есть, это доброкачественное и динаматозное образование. Очень хорошо позволяет использование узкого спектра света для контурирования и определения границ поражения. Если в белом свете не совсем четко видны границы этого образования, то они прекрасно видны в условиях узкого спектра света. Причем, обратите внимание, не совсем хорошо при LCI и великолепно совершенно при использовании узкого спектра в LCI. Вот оно такое большое. Если можно в белом свете предположить, что все-таки это тоже относится к этому образованию, то при использовании узкого спектра света здесь еще и видно, что это образование действительно имеет довольно-таки большие размеры и хорошо видны его праницы именно в узком спектре света. Рак оболочной кишки. Также при использовании белого света и узкого спектра света мы видим все изменения. И оценка их по классификациям куда и сана вполне соответствует тому, что мы с вами видим. Итак, здесь видно, что это ямки петелия нерегулярные, беструктурные. Соответственно, они, возможно, в белом свете хоть и нет увеличения и нет окрашивания, а оценка ямок и петелия по куду требует и того и другого. Можно предположить, что они нерегулярные и даже беструктурные. То есть здесь все, скорее всего, будет пятый N-тип, то есть глубокая инвазия. То же самое мы видим с вами при использовании узкого спектра света LCI, а тем более при оценке этого образования при узком спектре света VLI. Действительно, ямки и петелия беструктурные, соответственно, здесь пятый N-тип по куду, то есть глубокая инвазия. Ну, давайте поразмышляем, а что же это у нас такое? Подскажу. Это у нас анастомоз. Сигморетальный анастомоз, и поэтому изменения, которые выявляются в этом анастомозе, соответствуют грануляционной ткани. Хотя можно, конечно, было подумать, что это не характерность для воспалительного полипа, а более характерно для, возможно, раннего рака, рецидивного. Но давайте обратим внимание, сегодняшние ямки и петелия. Они, хотя и не очень регулярные, но не беструктурные. Поэтому это именно воспалительный полип, то есть грануляционная ткань, которая имеется в этом анастомозе. Была взята биопсия и мартологическое исследование приоптатов из данного образования подтвердило наше предположение, что это именно грануляционная ткань в зоне полурептального анастомоза. Очень подвижный, я сказал, прибор, очень эластичный прибор, поэтому вполне нормально изменяет свое положение при ретроверзии и прекрасно можно осматривать, допустим, анальный канал при ретроверзии этого полуноскола. Леноскопическое вмешательство также вполне можно делать этими приборами. И вот давайте посмотрим несколько слайдов, которые я сейчас вам продемонстрирую при использовании этих приборов в геноскопической полипектонии. Ну, здесь типичный представитель это зубчатая генома. После инъекции генокузина с эндикокармином прекрасно ему приподнялось, причем образование, это размеры где-то около 2,5-3 сантиметров. После мукозактомии образовалась ретневая поверхность, которая закрепирована. Причем нужно было вложить много клипс, потому что глубокая ретневая поверхность получилась. И я хочу показать этот слайд для чего, для того, чтобы вы поняли, что можно очень много клипс положить, используя возможности технически данного прибора. Видите, как нам удалось спокойно положить раз, два, три, четыре, пять, шесть клипс на эту ретневую поверхность. Возможно также удалить новообразование с использованием генетермической петли накидыванием на эту очень короткую, но толстую ножку. Вот обратите внимание, какая хорошая получается ретневая поверхность и, соответственно, то же самое в относительной ретневой поверхности. Спасибо за внимание.